Всем привет! Короткое видео для тех, кто хочет понять, что он получит за 8 990. Это видео о телевизоре по цене похода в магазин на неделю продуктов затарится. Перед вами Dex321 Cheek. Гарантия 36 месяцев, HD качество на андроиде. Вот так вот это выглядит картинка. У нас в офисе очень светлое освещение, то есть очень-очень много света, поэтому может быть не так ярко. Но яркость можно еще поднять здесь на 70%. Вот так вот выглядит пультик Android TV, 2 гигабайта оперативной памяти, очень все быстро, приложения ставятся. В комплекте у нас идет документация гарантия, пластиковые ножки. Крепятся они не очень интересно, потому что там 4, соответственно, винта, и они очень плохо закручиваются, то есть с каким-то усилием. Сам по себе телевизор выглядит следующим образом. По толщине он, не сказать, чтобы тонкий, не сказать, чтобы толстый. Это по разъемчикам. Здесь у нас есть одна USB, антенны все, LAN, HDMI две штуки, наушники. И, в принципе, за эти деньги, друзья, это более чем достойный вариант. 8 990, действительно, это совсем-совсем немного. Давайте выйдем, это YouTube. Что здесь по картинке? Выйдем вообще в основное меню. Вот так вот выглядит у нас основное меню. Можно устанавливать приложения, они без каких-либо проблем сюда идут. Также здесь установлен Play Market, то есть можно зайти и скачать необходимое программное обеспечение, если вы хотите что-то дополнительно установить. Телевизор имеет быстрый отклик, у него непосредственно есть встроенный Wi-Fi. По настройкам это у нас настройки устройства. Вот так вот это все выглядит. Итак, продолжим. Вот такая вот заставочка, можно выбрать как бы по настройкам. Сейчас быстренько пройдемся. Версия Android 11, версия PUA 2, 0.0.43, модель iPoint. Ну, тут как вы видите, все достаточно интересно. Всего памяти 4,5 гигабайта, но доступно с чтением с флешки. Достаточно прикольный, удобный пульт, потому что здесь сразу выделены кнопки Netflix, которые в России не работают. Google Play, допустим, я нажимаю и сразу перехожу в магазин приложений. Ну и, соответственно, если нужен YouTube, на YouTube нажимаем и достаточно быстро все это дело загружается. И, в принципе, за эти деньги, то есть это 32 диагональ HD разрешения. Есть, есть, еще раз повторюсь, 43, которая стоит 15, там уже 4К. Есть 55, которая стоит 25, есть 65. Это уже дороже, дороже. Есть даже 75 диагональ за 60, по-моему, 4 тысячи рублей. По цветопередаче. Ну, слушайте, вот это 9 тысяч рублей, друзья, здесь более чем достаточно цветов, сочности, контрастности. Почему такой телевизор было решено купить? Это для тех, кому, во-первых, не хочется переплачивать. Во-вторых, такой вариант ля закинул в машину и перевез, допустим, на дачу, там, на загородный дом. Вот, человек в баню себе взял, да, чтобы в бане непосредственно был установлен телевизор. И коснись чего, что, то есть коснись, если он выйдет из строя, то 9 тысяч рублей, это не те деньги, которые, как бы, ну, стоит жалеть. По углам обзора. Вот так это выглядит сбоку. Повторю, здесь установлена сейчас транспортировочная пленочка. Естественно, ее надо будет снимать. Видосики с YouTube воспроизводят. Вот, давайте посмотрим по качеству изображения, настройки. Качество максимальное 1080 HDR 60. Очень все более чем приемлемо. Так, здесь вот так вот. По скорости работы, еще раз повторюсь, все очень быстро. Есть вот такая вот фишка, как... Зажимаем и говорим. Окей, Google, погода. Ну, непосредственно, как бы, происходит то, что происходит. Окей, Google, погода. Может быть, это не работает в YouTube. Ну, давайте выйдем с YouTube. Зайдем сюда. И здесь. Окей, Google. Погода. Погода. Вот так вот, да. То есть, вот это все выводится. Да, наверное, не супер быстро. Окей, Google, найди ближайший сервисный центр. Открывается поиск. Почему-то на YouTube. Ближайший сервисный центр. Вот как-то так. Как в дальнейшем покажет он себя в эксплуатации? Ну, наверное, как бы, хорошо. Можно настроить эфирные каналы с антенны, можно настроить через приложение. Допустим, смотрим там эфирные каналы тоже без проблем, без каких-либо задержек это все дело работает. Само по себе приложение, как бы, скажем так, оно подглючивает. А вот конкретно передача, ну, к примеру, взять там НТВ включить, да? НТВ, погнали, интернет, Wi-Fi, все дела, 9000, друзья. За эти деньги это прям вообще, ну, как бы, можно сказать, что бесплатно. То есть, по цене магазина, вот вы ездите, допустим, многие из вас ездят закупаться раз в неделю, в субботу, в воскресенье, на недельку продуктов, примерно, столько вы денег тратите. Все, тут купили телевизор, 36 гарантий. Кстати, сделано это все в Беларуси. Поэтому, как бы, я думаю, что очень хороший, достойный вариант. Захотел, вышел, быстренько все. Качество изображения, мне кажется, за эти деньги более чем достойный вариант. По быстродействию тоже все очень хорошо. Ну, давайте включим вот такую вот картинку. Если, допустим, нажимать на настройки, вот есть изображение. И здесь можно режим энергосбережения. Допустим, яркий. Окей. И непосредственно будет у нас уже все. Яркий HDR10. Здесь уже будет все непосредственно. По звуку. Звук, естественно, плоский. Никаких тут суперновшеств и нижних моментов в виде басов вы не услышите. Но звук достаточный для комфортного просмотра, если он стоит у вас где-то на кухне. А больше он, в принципе, ни для чего и не предназначен. Самостоятельно привезли. Самостоятельно достали из коробки. Как пишут некоторые в отзывах. Самостоятельно подключились к Wi-Fi. Настроили. Пультик в комплекте. И все хорошо. Как-то так, друзья. Вот такой вот получился. Хендзон телевизора. Dext A321. Dext A321 комфортный, красивый, недорогой. Если задумались над приобретением, пожалуйста, по ссылкам в описании. Или сами знаете, где покупать. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok